Аномальная жара в Татарстане сменится на ураганы. Мошенники завладели голосами наших близких. То есть вы соглашаетесь на какую-то работу, выполняете минимальный объем работы, заработали какую-то определенную сумму, но чтобы вывезти ее, вас просят банковские реквизиты. Вы их даете, и все деньги уходят с вашей карты. Дальше магазины, несуществующие магазины, интернет-магазины. Вы заходите в магазин, заказываете какую-то вещь, переводите предоплату, минимальную сумму 500 тысяч рублей, и она также уходит с вашего счета, естественно, и плотоваренно получается. Биологически активные добавки. Что это и с чем их едят? Когда мы идем в магазин и покупаем продукты, мы нечасто задумываемся, что же стоит за увеличением срока годности продукта, за его цветом, за сохранением консистенции продукции или, наконец, за его вкусом. За всем этим стоят пищевые добавки. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Александр Фирсов. В Казанском федеральном университете состояла встреча первого проректора проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского с директором научно-исследовательского центра развития государственной пенсионной системы и актуарно-статистического анализа финансового университета при правительстве Российской Федерации Аркадием Соловьем и руководителем Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Эдуардом Вафином. В ходе встречи обсудили совместное сотрудничество и подписание трехстороннего соглашения. В свою очередь Дмитрий Таюрский предложил совместную деятельность в области бигдата, экспериментов с использованием искусственного интеллекта, проведение сравнительного анализа пенсионных программ разных стран, совместной научной работы с привлечением социологов Казанского университета. Вот уже несколько недель в Казани держится аномально жаркая погода. Местами на территории республики показатели столбиков термометра достигают 37 градусов тепла. Особенно сильно воздух прогревается в восточной части региона. О том, сколько еще терпеть подобные особенности лета, и как спастись от высоких температур, расскажем в следующем сюжете. Июль – самый жаркий месяц года. Среднемесячная температура в этот период по статистике должна достигать около 20 градусов тепла. В это же время должно выпадать самое большое количество осадков – порядка 70 миллиметров. Однако в этом году второй месяц лета стал особенным во всех смыслах. Вот уже несколько недель жители Татарстана страдают от аномально высоких показателей температуры воздуха и засухи. Из-за того, что господство, блокирующий антициклон, первая декада июля оказалась очень жаркой. На градусах на 4, на 5 выше климатической нормы. И совершенно не было осадков, что очень плохо. Сейчас у нас экстремальная пожароопасность в лесах. Почему? Пожароопасность делится на 5 классов. И вот мы сейчас перешли в самый высокий класс. Выше уже нет экстремальной пожароопасности. Из-за того, что начиная именно с середины июня, по сути дела, никаких осадков, а температура все выше и выше. От засухи в первую очередь страдает аграрная сфера. Конечно, компенсировать отсутствие осадков можно искусственным орошением. Однако рекордно высокие показатели температуры в совокупности с другими факторами вряд ли повлияют на урожай положительным образом. Очень много дождей проливается на юге, там, где Сочи. Буквально реки текут, захлёстывает шторма и так далее. В Москву заливает дождя, в Нижний Новгород. Вчера и сегодня там, по-моему, двухмесячная норма осадка выпала и так далее. Деревья ломают. А у нас здесь вот так спокойно, но зато засушлива. Помимо урожая, плохо переносят аномальную жару и люди. Местами в Татарстане наблюдается повышение температуры воздуха до 37 градусов. Для сравнения, комфортная температура для человека от 18 до 20 градусов тепла. Под удар в большей степени попадают пожилые люди и люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас как раз климатические условия, вот в данной ситуации, когда жара, они не очень подходящие, когда экстремальная жара. Всё-таки при 25 градусах считается это более-менее ничего. Но когда заходит за 25 градусов, а тем более за 30 градусов, то это уже температура такая достаточно опасная. Чтобы минимизировать последствия текущих погодных условий, эксперты рекомендуют одеваться в светлую одежду и реже бывать под открытым солнцем. Также стоит носить с собой головной убор и воду. Из-за опасных условий в республике было объявлено штормовое предупреждение. В регионе местами ожидаются грозы с сильным ветром. С 12 июля ожидается снижение температуры до 22 градусов тепла. Карина Саяхова, Дина Заляева, Маргарита Михайлова, Елизавета Газизянова. Универньюс. С начала 2023 года кибермошенники похитили у Рытьян более 4,5 миллиардов рублей. Одна из наименее известных схем – дипфейк голоса. Какие способы обмана существуют на данный момент, расскажет наш корреспондент. Кибермошенники ежедневно находят новые способы обмана. Кто-то присылает сообщение от имени банка, кто-то притворяется вашими родными и близкими, предлагает пройти участие в опросе. И каким бы внимательным ни был пользователь, попасть в эту паутину лжи может каждый. С начала 2023 года кибермошенники похитили у россиян более 4,5 миллиардов рублей. И хотя многие схемы аферистов известны, работают они и по сей день. По статистике, атакам в большей степени подвергаются госструктуры, компании, занимающиеся продажами и организации технологического сектора. Не многие знают, но сегодня мошенники притворяются не только сотрудниками банков. Современные технологии позволяют им буквально перевоплотиться в ваших родных и близких. Дипфейк-технология позволяет изменить исходный голос на выбранный. Чтобы вы не попались на удочку мошенникам, мы подготовили для вас несколько рекомендаций. Первый способ проверки – посмотреть, с какого номера вам звонят. Современные технологии позволяют подделать номер телефона. Попросите собеседника подождать и перезвонить ему по номеру из телефона книжки. Так вы точно убедитесь, что звонок настоящий. Второй способ для тех, кому перезвонить, точно не вариант. Манеру речи можно подделать всегда, а вот память человека точно нет. Небольшой уточняющий вопрос точно все расставит по своим местам. Вкиньте в разговор несуществующий факт и задайте вопрос. Слушай, мне надо срочно за квартиру заплатить, а карту заблочили. Продиктуй номер карты, я закину тебе, а ты хозяйки квартиры переведешь. Такая просьба – первый звоночек о том, что на другом конце провода находится мошенник. Ведь операцию можно было выполнить напрямую, на карту хозяйки. Нелогично. Но здесь могла сработать элементарная паника. В такие моменты важно говорить уверенно. Ой, слушай, да вообще без проблем. Сейчас только карту найду. Как там, кстати, ты с Женей уже помирилась? Какой Жене? Третий способ проверки – оценка адекватности просьб. Если ваш собеседник просит вас перевести огромную сумму денег, продиктовать номер карты или назвать три цифры с обратной стороны карты – это повод задуматься. Ну а вообще специалисты рекомендуют ориентироваться на качество звука. Если это дипфейк-технология, то, скорее всего, будут какие-то помехи и странные шумы. Если рассматривать киберпреступления с точки зрения мотивов, направлены они в большинстве случаев на денежное обогащение, а не на кражу данных. По сравнению со средними значениями 2022 года, объем похищенных средств вырос практически на 30%. Все зависит от подхода злоумышленника к отправке фишинговых сообщений. Это может быть просто массовая рассылка, и тогда большая часть фишинговых писем порежется непосредственно перед попаданием их на машины сотрудников. Либо же дойдет, но эти письма в явном виде будут видны, что это фишинговые письма. То есть там будут домены, никак не относящиеся к структурам, которые якобы отправляют эти письма. Вот, например, у меня сегодня на почту с утра пришло письмо о том, что у меня есть некая задолженность перед налоговой службой. Но домен, который содержался в письме, вообще никак не относился к налоговой службе, и было понятно, что это фишинговые письма, пытаются снять деньги. Если звонок исходит от представителя банка, рекомендации экспертов сводятся к одному. Продолжать разговор не стоит. Сотрудники банка не станут вам звонить и уж тем более требовать от вас какие-то данные. Другое дело – сотрудники полиции. Они вам позвонить могут на самом деле. Но никакую персональную информацию запрашивать они не станут. Максимум уточнят, где вам удобнее получить повестку. Также опасность может подстерегать пользователей на поддельных страницах интернет-магазинов и на ресурсах для онлайн-заработка. То есть вы соглашаетесь на какую-то работу, выполняете минимальный объем работы, заработали какую-то определенную сумму, но чтобы вывезти ее, вас просят банковские реквизиты. Вы их даете и все деньги уходят с вашей карты. Самое главное – в любой ситуации сохранять спокойствие. Мошенники зачастую стараются вызвать у своих жертв панику. Именно за счет такого эмоционального состояния люди и совершают необдуманные поступки. Открывают фишинговые ссылки, переводят деньги на незнакомый счет. Конечно, существуют достаточно действенные системы, отсеивающие спам-звонки. Но и они не могут справиться на 100% успешно. В группе риска – люди среднего и пожилого возраста. Самый небольшой вклад, который мы можем внести в борьбу с киберпреступностью – рассказать близким, с чем они могут столкнуться и как с этим справиться. Маргарита Михайлова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов. Универньюс. Биодобавки. Наверное, каждый в своей жизни слышал про этих маленьких помощников, которые компенсируют дефицит витаминов в организме. По данным научных исследований, регулярное применение БАДов снижает риск развития иммунных заболеваний аж на 80%. Но задумывались ли вы, из чего они состоят и как правильно подобрать их для себя? Е100, Е103 и Е406. Что это за загадочные буквы и цифры, которые написаны на этикетке наших продуктов? Говорят, что это биодобавки. Но что это за вещество? Биодобавки – это биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Как правило, при хроническом недостатке витаминов и микроэлементов ухудшается иммунное состояние организма. Одно из самых страшных последствий – нарушение свертываемости крови. Дополняя в свой рацион БАДы, можно восстановить или поддержать некоторые функции организма. По данным научных исследований, регулярное применение биодобавок снижает риск развития дефицитных состояний на 80%. Когда мы идем в магазин и покупаем продукты, мы нечасто задумываемся, что же стоит за увеличением срока годности продукта, за его цветом, за сохранением консистенции продукции или, наконец, за его вкусом. За всем этим стоят пищевые добавки. Пищевые добавки – это те химические вещества, которые мы часто представляем в виде буквы литера Е с трехзначными цифрами. Буква Е, которую мы привыкли видеть в составе наших продуктов, обозначает edible, что в переводе означает «съедобный». Натуральные Е производятся из растительных, животных или минеральных компонентов. Они не вредны для нашего организма, если нет аллергии. К таким добавкам можно отнести Е100, окрашивающее вещество из куркумы, и Е406, желирующее вещество агар-агар из морских водорослей. Среди красителей – это Е от 100 до Е199. Такой краситель, как куркумин, известный желтым своим цветом и используется как приправа. Очень часто, но не только для придания вкуса, но и в первую очередь для придания цвета. И является, помимо того, что красителем, является очень мощным антиоксидантом, который предохраняет организм от атаки свободных радикалов, от различных воспалительных процессов, помогает пищеварению в организме и успокаивает нервную систему. Однако, не все пищевые добавки полезны для нашего организма. Например, биодобавка Е123 – амарант. Стоит отметить, что в мире также существует лекарственный препарат с данным веществом. Однако, кроме цвета, эта биологически активная добавка не имеет ничего общего с лекарством. Е123 является синтетическим. Помимо этого, амарант применяется в разных сферах – в природных и синтетических волокнах, коже, бумаге. Также он является анионным красителем. Амарант опасен для человека, для здоровья человека. И в нашей стране он запрещен. Отрицательный воздействие состоит в том, что из-за амаранта происходит накапливание в почках известия. Поэтому это достаточно опасное вещество, которое используется. Но любое вещество, которое используется в качестве пищевой добавки, конечно, его содержание в том или ином продукте строго регламентировано. Однако у людей сложилось двоякое мнение касаемо применения БАДов. Кто-то считает, что биодобавки – это полезные и нужные вещества. Однако другие придерживаются мнения, что все возможные БАДы не несут в себе никакой пользы, а иногда даже приносят вред нашему организму. С биодобавками, честно говоря, происходит на сегодняшний день полное безобразие. Потому что, во-первых, производство биодобавок серьезно не регулируется. Мы чаще всего не знаем, какой состав у тех или иных биодобавок, находится ли в них какое-то действующее начало, то, которое может оказать эффект. И более того, в натуральные биодобавки очень часто могут добавлять какие-то лекарственные средства, которые, собственно говоря, эффект биодобавки и обуславливают. То есть биодобавка действует сама по себе из-за того, что в них что-то положили, что оказывает какой-то эффект. И такие случаи очень чисты сейчас. Принимать ли биодобавки как отдельный способ поддержания иммунитета в тонусе или же стараться обходить эти вещества стороной даже в составе продуктов – выбор каждого. Если же вы все-таки решили принимать биодобавки дополнительно к тем, которые идут в составе продуктов, то лучше проконсультироваться с врачом и подобрать подходящие витамины. Аделина Абдрахманова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok